Мы сегодня с вами будем разговаривать про историю движущегося изображения, про видео-арт, больше, наверное, чем про кинематограф, но на самом деле про то, что сегодняшнее кино созерцание, медленное повествование, оно и есть то продолжение всей истории изобразительного искусства. Как когда-то говорил Казимир Малевич, режиссёрам не давайте кинокамеру, давайте только художникам, которые понимают и притворят вот это движение изображения в будущее, когда изображением становится не слепок с реальности, не нарратив, а изображением может быть свет, цвет, звук, ритм. И если художники 20-х годов, Леже, Манрей, Марсель Дюшан снимали на кинокамеру, которая длила эту реальность, но всё равно экспериментировали с тем самым светом и светом, то художники 60-х годов начали это уже воплощать в видеосредствах. Вообще медиа, современные технологии видеокамеры, кинокамеры, она даёт нам возможность из физического перекинуться в метафизическое. И очень многих художников интересует этот переход. Вообще это интерес как бы 60-х, 50-х годов. К нематериальности Алан Капроу говорит, а зачем нам материальные вещи, если мы можем обратиться к тому, как горит свет, как порох распространяется в пространстве, как звучит музыка, и она тоже может быть осязаемой и визуальной, а вслед за ними очень многие художники начинают воплощать эксперименты с потерянной реальностью, и тут же возникает очень много всего. «Дзен кино» у Намджун Пайка, «Пара кинематограф» у Кена Джейкобса, «Хождение бесконечное по студиям», а то есть это такая перевернутая реальность у Брюса Наумана, и «Бесконечные песни» Вита Акончи. Видеоарт появился в 1965 году, и он тоже пошел по пути того непрерывного монтажа, пошел по пути показа мимолетных явлений, таких как, например, хвост самолета или портрета Empire State Building. В общем, художники начали экспериментировать с видеокамерой, начали думать о том, что монтаж совсем иной, но первое, что, конечно, казалось художникам 50-60-х годов, и эксперименты, которые они проводили, это были эксперименты с нематериальностью, то есть с нематериальным миром, с нашей памятью, эксперименты со звуком, со звуковым звучанием вообще этой действительностью, и эксперименты с замедлением, замедлить время, замедлить это движение. Нам Джун Пайк, пионер видеоарта, рождает эту реальность и создает свой первый фильм «ТВ Будда», где скульптура Будды сидит перед телевизором, и как бы это непрерывная такая замкнутая на себе инсталляция, камера снимает Будду, и Будда смотрит на себя в этом телевизоре, как будто бы прошлое, настоящее и будущее остановилось, замерло в одном движении. Это разговор про то, что камера – это всего лишь белый шум, камера дает нам пятую стихию, и камера дает нам возможность увидеть невидимое и запечатлеть себя в этом невидимом. Нам Джун Пайк создает также кино для дзен, и вот эту работу я, как куратор, показывала на проекте «Погружение в сторону таксильного кинематографа». Да, это был тактильный кинематограф, потому что нам Джун Пайк предлагает погрузиться в пустоту белого экрана. И вы знаете, для меня это, конечно, продолжение черного экрана Малевича, только уже в движении. Что делает нам Джун Пайк дзен для кино? Он просто ставит кинокамеру, кинокамера жужжит, и пыль как бы размещается на объективе кинокамеры, и вот все это в царапинах, вот эта пленка с шорохами, с жужжаниями, проецируется на белый экран. Но самое главное – это человек, который должен пройти между камерой и экраном. И вот именно этот человек, попадая в этот белый холст, он и становится тем единственным материальным объектом, а все остальное – вот это нематериальное, как я сказала, царапины, пыль, жужжание самой кинокамеры – это тоже очень важно для художника, как и важны все невидимые вещи в тот момент. Белвиола уже начинает работать со своим изображением, и он пытается тоже показать невидимое. Он говорит о том, что человеку очень важно сейчас замедлиться, и человеку очень важно начать чувствовать сердцем. Он начинает снимать свои пустыни, и эти пустыни – это, конечно, путь к мистическому, это путь к открытию того, что может уловить камера, может уловить взгляд камеры, но иногда не может уловить сам художник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И у нас есть эти инструменты, которые могут держать их, могут дать нам имиджи о них. Я могу видеть мою маму, когда я хочу, на DVD. Есть что-то действительно экстраординарное. И я даже не знаю, что это, но я знаю, что это очень особенное. Взгляд художника вместе со взглядом камеры, как соавтора, становится тем преоткрытием вот этого мистического существования и природы в том числе. И Билл Виола, дожидаясь соединения конденсата теплого и холодного воздуха, правда, рождает миражи. Но миражи рождает не только сама пустыня в Тунисе, в пустыне Шорт-Эль-Джерит, но и камера, которая начинает рыдать, камера начинает плакать, потому что вот этот конденсат теплого и холодного воздуха, он становится как бы той каплей, той слезой на объективе камеры. И рождается два миража. И мы, правда, начинаем невидимое превращать видимое, и вот это состояние трансформации физического и метафизического становится вот этой новой нашей реальностью. Увлечение, конечно, художников в то время буддизмом повлияло во многом на многие эксперименты. Кен Джейкобс создает свой парокинематограф и говорит о том, что вообще материальное, как пленка, вообще-то не нужно, и можно создавать такие представления благодаря теням, благодаря свету, прожекторам. Главное, чтобы это изображение давало новую чувственность. Важно, что вообще историю медленного видео, медленного кино, даже наш русский классик Борис Юхананов начинает с работы Энди Орхола «Empire State Building». Дело в том, что это такой портрет небоскреба. Энди Орхол просто заснимает портрет небоскреба в течение ночи 6 часов, потом это замедляет немножечко, это получается 9 часов, и тогда получается, что время оно само себя растягивает. Борис Юхананов, порабатывая теорию медленного видео, точкой отчета выбрал именно «Empire», потому что здесь камера записывала просто существование здания в течение нескольких часов, и это существование и оказалось предметом фильма. Примечательно, что в теории Юхананова ключевое место занимает время, точнее состояние полного совпадения физического и экранного времени, а также ценность одного непрерывного движения. Вообще вот это расширенное время, расширенное погружение, растягивание – это тоже, кстати, идея Михаила Матюшина и Казимира Малевича начала XX века. И как бы во втором авангарде через 50 лет это дает опять свой всплеск, опять дает свое новое рождение. Но это новое рождение уже происходит как бы не внутри живописи и кинокамеры, а уже внутри экспериментов музыкантов во многом и видеохудожников. Расширить время, познать случайную действительность. Алан Капро пишет, что давайте слушать шорохи и звуки, которые вокруг нас. Давайте как бы познавать эту реальность через даже не музыку, а через звуки. И тогда рождается авангардная композиция Джона Кейджа 4.33, которая тоже про замедление, про то, что нужно слушать тишину, нужно поздавать другие звуки. Но и вступающая новая волна художников, таких как Вали Экспорт, говорят, что монтаж внутри нашей головы, монтаж меняет позицию по отношению к киномонтажу. Начинает очень цениться непрерывный монтаж. Вот непрерывность монтажа и непрерывность съемки. Мы как будто бы опять замедляемся. Я все время вспоминаю мою одну из любимых работ. Это песня на тему Вита Кончи 1973 года на первом медиафоруме на кинофестивале. Как раз из центра Жоржа Помпиду приехала эта работа. И представьте себе, в немножко перевернутом состоянии Христа из мантыни лежит сам Вита Кончи на фоне полосатого дивана и поет бесконечную песню. Он поет бесконечную песню, мне кажется, выкуривая две пачки сигарет как минимум за это время, направляя наш взгляд на себя. Он поет о любви, он поет о том, что невозможно расстаться. Поет при этом под разные шлягеры тех годов, и 50-х, и 60-х, и 70-х. Но сначала ты неутомимо слушаешь эту музыку и чувствуешь, что ты в ореоле этой музыки. Но на 15-й минуте, при очень малой подвижности самого Вита Кончи, при изменении музыки и только при изменении сигареты, которая просто одна прокуривается от другой, мы понимаем, что эта песня-то, она поется не любимой девушке, которая покинула Вита Кончи, а он поет ее нам, потому что он хочет опять затянуть нас в экран, погрузить нас в свое сновидение. Вот эта история сновидения, история того, что сон и явь сливаются, ты замедляешься, ты чувствуешь свое внутреннее иное состояние, ты как бы заглядываешь внутрь себя. Билл Виола говорил, Современные медиа позволяют нам замедлять время, и это замедление ведет к переходу из мира физического в метафизический, поскольку замедление подвластно только технологиям и человеческому рассудку. Когда я изменяю течение времени, работаю с пленками в монтажной комнате, тем самым я переношу изображение в поле субъективного восприятия, обращаясь к ментальным, а не оптическим образом. По сути, это измененное состояние сознания, очень сильно обусловленное памятью. Воспоминания удерживаются в сознании, определенные события продолжают развертываться в наших мыслях. В основном, с чем я был маленьким, мы уже дали, когда мы в этом мире, такой момент, чтобы существовать. Поэтому я начал работать с тем, очень примитивной видеотехнологией, которая просто вышла в последние 60-70-х. И я наконец нашел машину, что позволяет нам дешевле тейповой скорость, чтобы вы могли записывать дешевле и дешевле. И тогда я понял, что это действительно потрясающе. И я хотел бы дать это подарок другим людям и показать им мир в гораздо легче, чтобы они могли рефлексовать на это. Билл Уилл рассказывает, что когда-то он понял, что вот в этой случайности, в этой мимолетности и есть настоящая жизнь. Мы вспоминаем очень многое в жизни именно по этим случайностям. Он вспоминает, что его мама ела банана сплит в каком-то торговом центре, и когда он уже вырос, вот именно это случайное ощущение становится желанием продолжить его до непрерывности, до осязания, до тактильности, до покружения человека в это состояние. Ну, кстати, если говорить о Билли Виоле, то, снимая вообще эмоцию человека на высокоскоростную камеру, он достигает потрясающего эффекта, потрясающего эффекта погружения внутрь человека. Человек ведь был и остается со своими эмоциями, со страхом смерти и с тем, что в нем вся палитра и страстей, и желаний, и изумлений, и покорностей, и страдания. И вот в «Квинтете изумленных» он, например, показывает всю палитру изумления, от любопытства до непонимания и отвращения даже. 300 кадров в секунду вместо 24. И вот получается то произведение, которое как будто бы остановило, замедлило эту эмоцию, как будто бы сделало слепок как бы внутреннего состояния человека. И да, когда мы на это смотрим, мы вдруг вспоминаем боско «Несение креста». И, как говорили многие художники XX века, что если бы на самом деле у Тинторетта либо у Краваджо были бы не кисть и холст, и не фреско, а другое медиа, вот движущаяся кинокамера или видеокамера, они бы точно снимали эмоцию человека, в этом движении они бы показывали всю палитру этой эмоции. Малькольм Легрис, он кинорежиссер, и он берет в руки кинокамеру, но вы знаете, что очень интересно, он снимает ту реальность, которая опять-таки не нарративна. Он, например, притаскивает два киноаппарата и показывает свой проект. Он запечатлевает горящие конюшни и двух лошадей, которые не понимают, что делать. И вот они, обожженные как бы вот этими снопами света, красным огнем, и при этом соединенные с движением моторчиков, с жужжанием камеры, они вот расползаются как бы на этих стенах галереи, и показанные из двух огромных кинопроекторов, это становится, правда, замедленной, остановившейся реальностью уже в большом пространстве. Ну, кстати, позднее к этому приему подойдет один из моих любимых современных художников Анри Сала. Он создаст свою работу раз за разом. Я ее показывала на выставке «Размышляя о смерти», потому что это, правда, размышление, это созерцание. Все медленное кино и медленный видеоарт, все то вот это вот медитативное, метафизическое – это созерцание и себя, и другого человека, это сопереживание. В данном случае в работе «Раз за разом» Анри Сала сопереживает судьбе лошади. Она просто стоит на обочине дороги, мимо нее проезжает огромное количество и машин, и автобусов, и она, оказывается, освещена то фарами, то какой-то звук внедряется в ее жизнь. Она настолько худая, она настолько беспомощная, она настолько одинокая, никому не нужная, что это, правда, оказывается такой метафорой и одиночества, и приближения смерти, потому что она, правда, как будто бы истощена. И вот так сноб, вспышка, ветер, свет, ритм становятся главными опять элементами игры у художников в создании произведения искусства. Вуди и Штейн и Васюлки вдруг появляются на сцене первыми, вместе с нам Джунбайком, в то же время, что и Билл Виола, в своем проекте The Kitchen – это же и место, где собираются разные-разные люди, и видеохудожники, и программисты, и композиторы, и журналисты того времени. Они создают идею перетекания, они так называют драфт перетекания видеотехнологии, они создают вот это медленное соединение себя со стихиями реальности. Надо сказать, что Вуди и Штейн и Васюлки они вообще придумывают разные истории, как снимать эту действительность. И они не всегда ее снимают с одной камеры, они говорят о том, что у них вообще-то нет детей, и камера считается ребенком. так вот они относятся к камере как не просто к второму глазу, как многие художники того времени, а как к чему-то живому, что все время сопровождает их, о чем они должны заботиться. И они создают целый как бы такой видеокомплекс на машине, подвешивают камеры, приставляют с одражениями, зеркалами и снимают эту реальность как бы с пяти, с десяти, с двенадцати камер в движении. И получается такая многослойная реальность. То есть вот правда время как будто бы расширяет внутри себя себя же. Это не просто слепок времени, это не просто безмонтажная съемка, а это замедленное время в десять раз замедленное внутри себя. А Брюс Наумен в этот момент бесконечно ходит по своей студии и говорит о том, что он замедлил время, замедлил свое созерцание. Он говорит еще о том, что 70-е годы – это интерес к случайности, а в то же время к повторяющимся действиям. Мы все время повторяем свои действия, и у Брюса Наумена это повторение как бы развито в студии. Он ставит камеру, ходит по этой студии, но так как камера переворачивается, то кажется, что он бесконечно циклично ходит вверх ногами и как бы перемещается по студии туда-сюда. Вот это тоже медленно-замедленное движение, движение как бы, как главное, наверное, в его действии, и как вывернутая наизнанку сама камера становится объектом произведения у Брюса Наумена. В Удейштейн и Василке снимают несколько проектов. Это и «Окна», и «Дрифт перетекания». Они очень интересуются, конечно, водой. Вообще вода, вот этот образ у многих художников в 70-е годы становится как образом трансформации, как образом медитации, образом чего-то, что поражает художников и что, наверное, дает им какие-то осознания, что вода – это первое, из чего мы родились, это у трубы матери, и это первое, что уходит из нашего организма, когда человек умирает. Но вода в то же время – это и Нил, это город живых и мертвых, это человек, которого перевозили из города живых город мертвых. То есть это такая бесконечная трансформация. Если мы посмотрим на один из ранних проектов «Беловиола», «Рефлексирующий бассейн», то мы видим самого «Беловиола», подходящего к пруду, потом он делает прыжок и зависает над этим прудом. Он не погружается в эту пучину воды, мы только видим его отражение в воде, а потом он выходит из этого пруда, из воды, и жизнь опять начинается заново, и опять эта трансформация, как будто бы путешествие души, как будто бы вот эта постоянная трансфигурация, трансформация того, что происходит с нами в жизни. С возникновением квантовой физики и появлением новых медиа, начиная с изобретений и кино, временные и пространственные искусства не так уж отделены друг от друга. Два параметра нашего восприятия мира сходятся, будь то в многоэкранных кинопоказах Наполеона Ганса Абеля 1927 года, или в видео и медиа инсталляциях, появившихся во второй половине 20 века. Опыт замедления, переживаемого в видеоработах художника на протяжении последних 25 лет, можно сравнить с отставанием часов на космической станции. Чем быстрее летишь, тем медленнее проходит время. Вот такие водные портреты у Билла Виолы. Вот эта память о том, что он тонул и запечатлел, это вот эту невесомость, это состояние медитации, это дзен, это успокоение. Он как будто бы отображает в водных портретах, показывает нам Глеба Мэдисон и Шерон с закрытыми глазами, но нам дает надежду то, что они немножко дышат. Они не открывают эти глаза, они находятся в определенном состоянии, в определенном метафизическом состоянии. И как будто бы и художники, и режиссеры и хотят нас немножко заставить побывать в этом состоянии. А что это за состояние? Это состояние созерцания, мне кажется, потому что мы не созерцаем. Часто мир, а сейчас, мне кажется, после пандемии это особенно важно, и почему вот так ярко проник в наши души Бил Виола, потому что он про созерцание, он про погружение, он про то, что нужно замедляться. У Гарри Хилла в области катастрофы вода, она как текст, это пучина, в которую ты тактильно погружаешься и которую ты не можешь преодолеть, которая как бы становится уже твоим состоянием. она становится из кристально чистой, немножко какая-то мутная тягучая, она волнообразная. И вода – это то, что правда очень интересует как бы и современных художников 90-х, 2000-х годов. Алексей Исаев в России тоже экспериментируя с видеокамерой, а надо не забывать, что в России видеокамера у художников появилась позднее, на 20 лет, где-то на 25 лет даже, то есть в 89-90-м годах. И первое, что они стали делать – это, первое, снимать себя, как нарциссы, а второе – это снимать телескопическими, макроскопическими камерами вот эту реальность и опять ее замедлять. В работе Алексея Исаева «Лето» он снимает струю воды, которую как бы положил горизонтально, а не вертикально. И эта струя воды, она ударяет на разные поверхности – металлические, пластмассовые. И этот звук, опять звук случайности, опять звук вот этого шума, как бы не музыки, а звук повседневности, он соединяется с этим видеоизображением, а изображение как бы показывает все стадии активности воды, от совершенно тонкой струи до уже бурлящего какого-то потока этой воды. И вот оказывается, что это такой микроперформанс, но перформанс, который создается нематериальной средой, самой водой. Вода важна и в работах Вудейштейна и Васюлки. Ну и, конечно, лес. Вот это погружение человека в область… С одной стороны, это шло все время в область то черного квадрата, то белого квадрата, как у Нам Джунпайка, а с другой стороны, очень многие художники начинают экспериментировать с состоянием природы, где человек оказывается такой тварью дрожащей, наверное, где стихия и человек соединяются в единое целое, и мы замедляемся в единении с этой стихией, либо в борьбе с этой стихией, либо просто в опознании этой стихии. Один из художников, Дэвид Клербо, мы его работу показывали на выставке Пушкинского музея в Венеции, она называлась «Человек как птица». Он как раз и показывает образ этой природы как будто бы другим взглядом. Мы бесконечно прорываемся через заросли, мы прорываемся через чащи, они нам напоминают то пещеры, то готические храмы. То есть он природу как бы делает немножко архитектурной, немножко неопознанной, и лес в его руках становится медленным погружением в себя самого, либо в какие-то исторические памяти, либо в какие-то состояния. Но дело в том, что в какой-то момент камера взлетает как птица, и мы видим, что мы путешествовали вот по такому маленькому, просто кусочку суши, которая вот решил таким образом замедлить и погрузить нас в нее Дэвид Клербо. В exhibition , одно из самых популярных. Один из самых популярных факторов, ologists заметили обучениеinhающегося, что «излипения» имеет свою ценность и материальность. В то же время, что «излипения» в свою цель – «излипение». Дэвид Клербоа, thinking о том, что «излипение» This loss of senses or coherence between the senses, the reflex could be that of hoarding and stocking of recollections for a future in which sensorial experience is no longer embodied but separated and is maybe no longer available, possibly because it is no longer tolerated. My own preparation for this confinement of the senses is taking stock of phenomena that are not at the center stage of our anthropocentric universe. Phenomenon as the sun, the movement of wind, the presence of shadows, crystallization from water to ice, the relation between oil and water and most notably circadian rhythm. The artist Douglas Gordon creates a wonderful film, a 24-hour film. He actually takes the psyche of Hitchcock, feeling that Hitchcock is a great artist. But in the desire to create detective stories and a little narrative to increase the effect, Hitchcock is on its own way, and Douglas Gordon is on its own way. Он нам показывает, что Hitchcock чувствует все – и композицию, и цвет, и ритм. И это черно-велое, стоит 9-минутное кино, вдруг у нас преображается в видеоинсталляцию. Вот я никогда не забуду, как на винзаводе мы показывали два проекта. На одном этаже это был очень быстрый видеоарт, такой как бы весь молодежный, красочный. А на втором этаже мы показывали как раз 24-часового хичкока, замедленного. Такой саспенс, когда ничего не происходит, а как бы происходит, а ты потом вспоминаешь Hitchcock, и ты понимаешь, что вот здесь эта девушка в душе, ну как же это красиво. И даже не хочется думать о том, что дальше как бы произойдет у Хичкока. Ты просто наслаждаешься художественной живописью. Все, вся молодежь была с нами. Вот это было совершенно удивительно. Никто не приходил на быстрый видеоарт, все приходили на медленного Хичкока. Медленного, замедленного Дугласом Гордоном. Но я думаю, что у Дугласа Гордона как бы вот эта идея медленного видеоарта, она появилась сразу, как он начал работать. Работа «Зидан», где он замедлил футбольный матч до состояния тоже как бы вот такого художественного произведения. И последняя работа, которую он сделал для документа – это фильм о Йонасе Мекасе. Вот кого бы уж не замедлить, конечно, надо замедлять Йонаса Мекаса. Он сам поэт. Йонас Мекас – это тот легендарный кинорежиссер, легендарный поэт, который создал независимую ассоциацию Anthology. И она до сих пор работает в Нью-Йорке, и вы можете посмотреть там эксперименты как художников 60-70-х годов, так и сегодняшнего дня. И Йонас Мекас, он поэтизировал эту реальность, ее замедлял. Его работа «Случайный человек» – это великий видеодневник и памяти, и жизни. А Дуглас Гордон решил замедлить самого Йонаса Мекаса. И он дает фильм о Йонасе Мекасе, где иногда только вспышки света, как бы из темноты выходит силуэт, звучат стихи Йонаса Мекаса, но, в принципе, мне кажется, что 10% за время всего длинного этого повествования, почти двухчасового, занимают кадры, само изображение. А это быстрее прорыв, пустота, и ты сидишь и созерцаешь как бы стихи Йонаса Мекаса, замедляешь себя и прорываешься через себя в эту поэзию и в эту реальность. На самом деле, саспенс, которого не случилось, это и есть, наверное, такая визитная карточка нашей русской группы «Синий суп», потому что их работа «Метель» и «Озеро» – это саспенсы. Мы чувствуем, как черная бездна переползает в белую, люди идут по заснеженному снегу, куда-то они идут, но что с ними происходит, зачем они идут, мы не понимаем, мы что-то ожидаем. И это похоже, в принципе, на страх и ожидание чего-то не всегда хорошего в нашей жизни. Мне кажется, художники очень четко, очень классно передают эту атмосферу ожидания. В нашей истории это выход из физического до физического, это история состояния случайности и страха нашего перед этой реальности, и того, что художники иногда хотят нас немножко успокоить даже этими фильмами. Я немножечко как бы стала говорить про кинематограф, я просто хочу вспомнить, наверное, Альберта Сера «Птичью песнь» и моего любимого аббаса Куарастами «24 кадра». Это тоже такие остановленные метафизические работы. Куарастами говорит, что для него это «24 кадра фотографических», где мы не понимаем, что было до этих фотографий, что было позже. Работает наш мозг. То есть вот это то же самое расширенное смотрение, то самое расширенное кино, когда мы не прибегаем к нарративу режиссера, когда мы прибегаем к собственному созерцанию и нашей фантазии. Мы погружаемся в себя, мы погружаемся в тот образ, который нам подсказывает режиссер или художник, и мы идем дальше за этим художником. Поэтому, когда я смотрю на аббаса Куарастами, мне, конечно, вспоминается Брейгель, и мне, конечно, вспоминается, что любое высокое художественное произведение, живопись или фреска нам дают возможность погрузиться в то время, немножко пофантазировать, посозерцать, что было до, что было после, что хотел сказать художник. Вот это созерцательное медленное кино, которое оперирует образами случайности, образами не самого важного саспенса и не самого важного в нашей жизни, а то, что, наверное, и закладывается как бы в память. Вот об этом наша сегодняшняя лекция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА